Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И продолжая разговор о книге пророка Амуса, мы взглянем сейчас на шестую главу. Шестая глава, в общем, продолжает тот ряд обличений, которые содержатся в предыдущих, четвертой и пятой главах книги. Хотя, по-видимому, это несколько другая проповедь, произнесенная, может быть, в другое время и в других обстоятельствах, не текстуально продолжающиеся предыдущие главы. И вот в шестой главе в основном пророк обращается к людям, которых можно было бы, по крайней мере, с некоторой условностью, назвать элитой общества, ну или, по крайней мере, правящими кругами. Насколько это в самом деле элита, для Библии, вообще говоря, такой большой вопрос всегда. Тем не менее, вот, Амос говорит к людям, которые составляют высшие слои израильского общества. Приближенные царя и сам царь, царедворцы, князья народа, люди богатые, те, кто могут себе позволить более или менее благополучную жизнь. И обращается он также к людям, которые считают, что все правильно, что так и надо, которые горды вот своими успехами, достижениями, неважно, реальными или мнимыми. И вот, обращаясь к этим людям, пророк Амос, вернее, конечно, Бог через пророка Амоса говорит, горе беспечным на Сионе, именитым первенствующего народа, тем, которым за судом приходят люди Израиля. Вот, посмотрите, говорит Господь через пророка, на все окрестные царства. На самом деле, говорит он, вы ничем не лучше этих самых окрестных народов и окрестных царств. Вы считаете день бедствия далеким и приближаете торжество насилия. Этот вопрос, эта проблема, если хотите, у очень многих пророков так или иначе обозначена. Они говорят о том, что люди часто думают, что ну, когда-нибудь потом наступит этот день бедствия, он где-то там далеко, и на наш век хватит благоденствия. Ну, конечно, очень хочется так думать и думать о том, что после нас хоть потоп. Но вот Господь здесь в шестой главе говорит о том, что вы приближаете торжество насилия именно тем, что считаете день бедствия далеким от вас. Вы думаете, что вот можно жить и поступать так, как вы поступаете. Что же конкретно вызывает гнев Божий? Вот смотрите, вы лежите на ложах из слоновой кости, нежитесь на постелях, мажетесь наилучшими мастями и не болезнуете о бедствии Иосифа. Стало быть, на самом деле, в первую очередь, конечно, пророк обличает не столько гордыню этих людей, достаточно сомнительную, сколько то, что они отлично существуют, наслаждаются богатством, самыми лучшими овнами, едят этих самых тельцов стучного пастбища и на драгоценных ложах из слоновой кости возлежат. И при этом вам наплевать на тяготу людей, на бедствие Иосифа. Вам все равно, что происходит с остальным народом. И, в общем, до некоторой степени вопрос и по сей день остается важным и не вполне убедительно для людей, что именно Библия говорит об этом. Понимаете, мы часто очень склонны считать, что вообще все должно у каждого быть индивидуально и не надо смотреть ни на кого из окружающих и так далее, а если и жалеть окружающих, но при помощи какой-нибудь благотворительности для бедных. Между тем, как Слово Божие не призывает нас к благотворительности, а призывает к тому, чтобы не было нуждающихся, к тому, чтобы не было бедных. Вот, видите, вы мажетесь наилучшими мастями и не болезнуете о бедстве Иосифа. Вот это то, что Бог считает недопустимым, то, чего не должно быть. Некоторый уровень солидарности и заботы, насколько это возможно, от других, о нуждающихся, он совершенно необходим в тех обстоятельствах, в которых произносится это пророчество. И, видите, Господь говорит, не болезнуете о бедстве Иосифа, за это ныне пойдете в плен во главе пленных, и кончится ликование изнеженных. Вы так хотите быть первыми, но вот будете первыми возглавлять этот самый караван изгнанников. Ну и, в общем, именно так, в конце концов, и произошло. Пойдете в плен во главе пленных, и кончится ликование изнеженных. Теперь дальше продолжает Господь и говорит, гнушаюсь высокомерием Иакова, ненавижу чертоги его и придам город и все, что наполняет его. Гнушаюсь высокомерием Иакова. И, кстати, обратите внимание, что здесь уже не очень различаются изнеженные или бедные. Речь идет о всем племени народа Божьего, обо всех людях. Господь говорит о том, что вот это вот высокомерие, свойственное самым разным социальным слоям, когда все мы восхищаемся ничтожными вещами и говорим, не своей ли силой мы приобрели себе могущество. Вот это все в конце концов кончится. Вот это все в конце концов будет пресечено. Восхищение ничтожными вещами. Тоже слова, которые надо услышать, необходимо, без этого как-то даже невозможно обойтись. Действительно, люди в любую эпоху и в ту, и в нашу тоже очень склонны восхищаться ничтожными вещами. И когда Господь говорит, давая десять заповедей, не сотвори себе кумира, ну, речь в меньшей степени идет о всяких изображениях идолов, а в большей степени именно о восхищении ничтожными вещами. Но это очень трудно, потому что взвесить и посмотреть, не ничтожны ли те вещи, которыми я восхищаюсь, не растают ли они как дым в момент посещения Божьего, в момент встречи с Богом. Это очень непростая задача, но необходимая. Понимаете, вот вы восхищаетесь ничтожными вещами и говорите, не своей ли силой мы приобрели себе могущество. Вот какие мы молодцы. Мы герои сильные, преодолели что-то. Тоже в каждую эпоху, понимаете, и, наверное, в каждом культурном контексте люди склонны приписывать себе что-то такое, что показывает их силу, мощь, величие и так далее. И это ничтожные вещи. Ничтожные вещи, потому что правильный ответ – нет. Не своей силой мы приобрели себе могущество. А восхищаться нужно вещами другими, неничтожными. И здесь же, в этих стихах, в конце шестой главы, удивительные слова, в двенадцатом, в частности, стихе, Господь говорит через пророка, «Бегают ли кони по скале? Можно ли распахивать ее валами?» Очевидный ответ – нет. Ну, невозможно взять скалу и распахать ее валами. Ее никак нельзя распахать. Это невозможно. Технически, по природе невозможно. Точно так же, как кони, в отличие от горных коз, не бегают по скалам. И, смотрите, «А вы, между тем, суд превращаете в яд и плод правды в горечь». Во-первых, Господь тем самым говорит о том, что вот этот неправый суд, превратившийся в яд, плод правды, который превращается в горечь, это противоестественно, это против природы, не так устроен мир, чтобы это было возможно. То есть, в каком-то смысле, понимаете, вот эта несправедливость, этот превратный суд – нарушение законов природы, которое не может не обернуться естественной катастрофой. Вот тоже, понимаете, правящие элиты и правители во все времена и во всех обществах надеются, что все за неправый суд, погибли общества, ну, а мы одни такие супер уникальные, нам удастся выжить. Мы будем той лошадью, которая бегает по отвесной скале. Не будете, говорит Господь, если вы суд превращаете в яд, если вы восхищаетесь своей ничтожной, фантомной славой, вот, говорит Господь, воздвигну народ против вас и будут теснить вас от входов в ямав до потоков в пустыне. Господь говорит о том, что если общество попирает суд и правду, то такая жизнь, такое общество становится противоестественными, нарушением закона природы. И в результате этого Бог гнушается подобным высокомерием и никого не останется, все это рухнет. Ну, собственно, я бы сказал, что основная задача читателя в данной ситуации посмотреть на свою жизнь и поверить в то, что Бог действительно знает, о чем говорит. Знает, о чем говорит. И вот это вот торжество насилия, которое мы допускаем в свою жизнь, действительно оказывается губительным. Но обратите внимание, при всем том, что здесь, в общем, речь идет о гневе Божьем, в целом вся глава содержит одно чрезвычайно важное догматическое утверждение. Именно вот в 12 стихе «Бегают ли кони по скале, можно ли распахивать ее валами?» Так это астрофа, которая постигает общество и людей в результате предательства правды, превратного суда, насилия над бедными, превозношения и грабежа. Эта катастрофа здесь, в этой главе, может быть, впервые в библейском контексте предстает перед нами как результат естественного развития событий. Бог через пророка здесь говорит о том, что это не Бог посмотрел, задумался и решил, что, пожалуй, надо этим плохим людям там открутить головы. А может быть, не головы, а только, не знаю, руки или уши. И вымерил, и решил, что надо, пожалуй, наказать. Нет. Бегают ли кони по скале? А если бегают, упадут. Не потому, что кто-то решил их проучить и из педагогических соображений каким-то образом покарать. Потому что так устроен мир. Этот мир Богом устроен так, что в нем высокомерие, насилие, алчность и неправедный суд ведут к катастрофе. объективно, как теперь говорят, независимо, без необходимости специального вмешательства Бога. Вот что очень важно. И это на самом деле новое для эпохи Амуса откровение. Новое, которое с трудом и не сразу, и даже, наверное, не всеми начинает осознаваться, что это не Бог, прогневается и накажет. А, собственно, вот я наведу на них пагубу плод помыслов их, как говорит пророк Исаия. Вот это прямое и автоматическое следствие законов мироздания, то, что общество, построенное на предательстве и злобе, гибнет. Продолжение следует...